То, что ты пропагандируешь, это хорошо, да, но людям не до этого, они еле концы с концами сводят. В 2011 году я этого не понимал. Я этого понял только после рождения второго сына. Каково тяжело вообще молодым семьям. Всем молодым семьям тяжело. Вот, и потом капля за капля, увидев все, что происходит, все, что делает с нашим народом, я понял, особенно после того, что произошло в Сит-Крилле, то есть приходят полицейские на флешмоб к молодым ребятам, которые на голом энтузиазме, да, что-то делают для своей родины, для своего народа. Они, приходят пять человек и прекращают все это дело, грубо прося вот эти бумаги там, о каком-то согласовании. Когда мы уже, я не знаю, с 2011 года проводим эти флешмобы, все было нормально, и тут они с такими глазами прибегают, типа, где согласование с мэрией, бумаги, разрешающие вам проводить флешмоб. Так как второй состав Ит-Крилле, ну, первый состав в 2012 году разошелся, можно так сказать, ну, каждый начал двигаться по-своему, да, и все, ну, то есть это нормально. Приходят в организацию люди, они достигают какого-то потолка в своем развитии, допустим, творческом, да, для него Ит-Крилле, допустим, был какой-то творческий. Пусть каждый же там свое видел в этом Ит-Крилле, каждый трактовал Ит-Крилле по-своему, и вот, и он отходит. А вот эти ребята, они молодые, я взял на себя и, ну, как я сказал, я организатор, они мне повели протокол, допросы, короче, потом суд был. Я не хочу, это сейчас не имеет значения. Здесь только, ну, ты об этом говоришь, что было, да, суд, там, то, что на суде мне говорили. Вы говорите там на непонятном нам калмыцком языке. То есть, я говорю, а как, как я этому калмыку говорю, да, калмыцк, это все халимгат делает. Я говорю, как, а что я халимгат, значит, я у себя в столице не могу говорить халимгат, что ли, в микрофон. Ну, это же, вот, опять, очередная многомиллионная капля, унижающая мое национальное достоинство. Я просто не хочу все детали комментировать, подробности вдаваться, что там произошло. Я только один момент скажу. Красная ниточка идет, да, все эти события, которые тогда были, до этого были, не со мной, с другими, да. Сейчас, что происходит, это геноцид нашего народа. Легитимность выборов, вы вообще о чем говорите? Халимгат, ну, хватит. Уже наши авы и эти верили в советское время, что выборы легитимно проходят, да, там. Я сам верил, пока, знаете, Атыд Кыль не был выдвинут в молодежную палату. Атыд Кыль. Многие тут кремлеботы, так сказать, хотят сказать, что от единой России, там. Нет, я Атыд Кыль вышел, был в молодежной палате, которая не была политическим каким-то. Это был всего лишь консультативный молодежный орган, просто театр, да, чтобы якобы они развивают там парламентаризм в Белом доме. И когда я был председателем этой молодежной палаты, они за меня проголосовали, я сам не ожидал. Должен был вообще кандидат от единой России с молодой гвардией пойти. А тут они меня раз проголосовали. И когда я попал в избирательную комиссию один раз, а там была одна Халимберген, я не буду говорить ее имя, чтобы не навлечь на нее проблемы, но она была из тех, кого я в своей голове всегда делил. Йосан Халимбуд, этнически мыслящий, то есть стремящийся к свободе, уважающий свое достоинство, да, Халимдар Кельняна. И который советский Халимбуд, который после геноцида, я их не осуждаю, это просто продукт издевательства советской власти над калмыцким сознанием, выжигание из его сознания всего, то, что нас идентифицирует. Но Кельнян, да, вот это все, мысли о государственности и так далее. И вот она, знаете, что мне сказала? Я у нее пришел, а там со мной молодые гвардейцы были. Ну, пацан один с молодой гвардией, Нильмарчику, короче. Он Халимгар Медхши. Я у нее сказал вот так, спросил вот так, Халимгар, да? Как выбирает вообще главу вот этих всех чиновников? Вот те гости, не Кюнер Джирхля, да, даже Хурсебя до какой-нибудь точки приедет. Он может встать?